Эфир телеканала СВОЮТВ продолжает программу Актуальное интервью. С вами Лена Евдокимова. Здравствуйте! Грация и пластика, но в то же время выносливость и сила – это те качества, которые сочетает в себе художественная гимнастика. Как вы поняли, в этом выпуске мы говорим о достижениях Ставропольских спортсменок в соревнованиях разного уровня в 2024 году. О подготовке, участии и успехах нам подробно расскажет заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва по художественной гимнастике Ася Хачатурян. Ася Арамовна, здравствуйте! Добрый день! Рада вас сегодня приветствовать. Начнем, наверное, с самого приятного. Это, конечно, с достижений. Какие же можете выделить самые значимые достижения наших гимнасток в текущем году? Ну, за это полугодие мы уже достигли определенных успехов. У нас две спортсменки в школе выполнили норматив мастера спорта в индивидуальном многоборье. Это Тарасова Дарья, Кличенко Елизавета, воспитанница тренера Роговой Татьяны Игоревны. Также у нас команда групповых упражнений подтвердили. Норматив мастера спорта. Тренер-воспитанница Говар Наталья Владимировна. Сейчас, в данный момент, девочки еще не получили звание, но документы находятся на рассмотрении. Это процесс долгий, кропотливый. Происходит несколько этапов. Сначала региональное министерство рассматривает документы, далее они отправляются в Москву. Ну, и уже Минспорта Российской Федерации с согласованием Федерации Всероссийской по художественной гимнастике принимают решение о присвоении звания мастера спорта. Поэтому мы в ожидании переживаем, волнуемся, ждем, надеемся, что девочки получат свои заветные корочки и значки. Вот уже по опыту работу в среднем в каком же возрасте девочки уже достигают такого уровня, как мастер спорта? С 16 лет. С 16 лет можно выполнить норматив звания мастера спорта. Так что в этом возрасте уже девочки выступают по программе мастеров спорта. А вот какие же соревнования именно стали самыми значимыми в этом году? То есть можете конкретно на примере рассказать, как же проходят соревнования для наших гимнасток? Ну, начался год у нас с чемпионата края, где наши спортсменки успешно стартовали и отобрались уже на чемпионат округа. На чемпионате федерального округа у нас наша команда прекрасно выступили. Тарасова Дарья взяла серебряную награду в многоборье. Холшебникова Елизавета стала второй в квалификации в упражнении со скакалкой. Далее для юных уже спортсменок было первенство федерального округа, где команда Ставропольского края также одержала победу. Весной стартовали этапы спартакиады учащихся. На втором этапе в Астрахани наша команда также победила. Они отобрались на всероссийскую спартакиаду. И вот сейчас, в это время, в данный момент, наши гимнастки защищают честь школы в Пензе. Мы со дня на день ждем результатов. Надеемся, что девочки от выступаются успешно. Так что, вот, ожидаем. А вот в целом, какие же достижения для школы считаются самыми значимыми? То есть, какие больше всего ценятся все-таки? Вы знаете, в этом году у нас член сборной команды России Анечка Попова. Наша гордость, мастер спорта международного класса. Чемпионкой России в 2023 году стала победительницей на международных соревнованиях в Объединенных Арабских Эмиратов. Обогнав и оставив позади белорусскую спортсменку, именитую Лалу Крамаренко, чем мы очень гордимся. Также Анечка выступала на Кубке сильнейших, где завоевала серебряную награду в многоборье. И была у Ани травма. К сожалению, некоторые старты пришлось пропустить. Но спорт сложный, не без этого. Надеемся увидеть Аню на ковре и на других крупных соревнованиях. То также, наверное, вот помимо спортивных достижений, хотелось бы отметить, что у нас в школе наконец случился капитальный ремонт. Это тоже, я считаю, достижение. Мы так долго этого ждали. Мечтали. И вот в январе, наконец, мы зашли в обновленное здание. Светлое, красивое. У нас появился большой хореографический зал. На цокольном этаже разминочная площадка. Мы сейчас обживаем, так скажем, новый зал. Закупаем спортивный инвентарь. Девочки довольны. Мы тоже. У каждого, наверное, из нас с этим зданием есть какая-то своя история. Поэтому мы относимся очень бережно к этому месту с любовью. И надеюсь, что нам удастся его в таком виде сохранить долгие годы. Это краевые власти помогли отремонтировать зал? Да, конечно. Конечно, краевые власти, министр наш спорта, губернатор. Выделена была субсидия. И мы удачно освоили ее, чему безумно рады и благодарны. Да, действительно. Это очень радостно. И самое главное, что это на долгие годы вперед такой вклад в развитие нашего спорта в целом. Да. И еще один очень важный момент, который я не могу не озвучить, это то, что Анне Поповой была вручена награда «Лучшая гимнастка России». Ирина Александровна Винер вручала данную награду. И у нас в школе поменялась даже эмблема. Теперь на нашей эмблеме изображена Анна Попова в своем прыжке с любимым предметом – булавами. Я считаю, что это очень мотивирует юных гимнасток, когда они видят этот логотип и на своих медалях, и в посаде нашей школы. Вот это хотелось бы отметить. Да. Это действительно такое уже звездное имя, да, особенно для Ставропольского края, хотя мы отметили, что уже и по всей России. И удается ли приглашать Анну именно на мастер-классы в родные стены? Да, Анечка с удовольствием уже провела один мастер-класс в прошлом году. Спортсменки просто визжали от счастья и передала свой опыт юным гимнасткам. Вот мы поговорили о отдельных спортсменках, да, о самых ярких результатах. Как вы в целом оцениваете общий результат всех ваших спортсменок на выступлениях в этом году? Ну, наверное, итоги какие-то подводить года еще рановато, потому что впереди у нас еще много важных стартов. И вот в конце июня нас ждут всероссийские соревнования Кубок правительства Ставропольского края, которые проходят у нас ежегодно в Кисловодске. Девочки готовятся, то есть никто на каникулы пока еще не ушел. Трудимся, надеюсь, что удачно выступим, покажем результаты, может быть, кто-то выполнит еще нормативы мастерские. Также мы ждем выступления Анны Поповой на играх БРИКС. Волнуемся. Собственно, ну, наверное, итоги года надо подвести попозже. У нас много сделано в этом полугодии, много присвоено разрядов и массовых, и кандидатов в мастера спорта. Но еще рано. Да, конечно, итоги еще рано подводить, но все-таки оценить хотя бы первое полугодие, насколько уже сделан вклад в наших спортсменок. Я думаю, что мы продуктивно двигаемся, продуктивно стараемся. Вот также в этом году художественная гимнастика несколько раз сталкивалась с изменением правил. Насколько это болезненный вопрос был для вас, потому что, насколько известно, это было не один раз. И вот как же уже через полгода, 2024 года, уже все-таки вы справились с этими изменениями и приняли их, наконец-таки, или нет? Да, совершенно верно. Уже мы даже не удивляемся, что об этом знает широкая общественность. Было сложно, потому что в начале года нам спустились изменения в правилах, и, соответственно, тренерский состав весь менял программу, адаптировались. То есть мы-то правила изменились в части продолжительности выступления для юных гимнасток, для старших появилось два новых предмета в квалификации. Это скакалка и без предмета. Соответственно, через какое-то время правила были отозваны, потому что эксперты спортивные посчитали, что вот надо все оставить, как было. Все обратно изменили программу, а потом снова, не прошло там двух недель, сказали, нет, вот правила действуют, работают, давайте возвращайтесь. Поэтому вот в нашем виде спорта надо быть гибкими не только физически, но и морально, да, и подстраиваться. Мы сумели, адаптировались. Выступаем сейчас по новым правилам. Как же в целом проходят тренировки, подготовка к соревнованиям вот именно разного уровня, и насколько они будут отличаться для юных, взрослых спортсменок, и отличаются ли они в зависимости от уровня соревнований, региональный или всероссийский, вот поделитесь с нами. Вы знаете, самое главное, наверное, выделю в подготовке к соревнованиям – это психологический настрой. Помимо общей физической подготовки специальной, тактической, вот психологический настрой – это очень важно. То, как тренер настроит спортсменку, в каком она настроении выйдет на ковер. Это имеет большое значение. Конечно, перед соревнованиями все готовят программы, отрабатывают, и девочки тратят большое количество времени на тренировки, и по два раза в день тренируются, проводят свое время в зале, придумывают костюмы, выходят на площадку с мини-спектаклем, так скажем. Так что, конечно, но, наверное, еще большое значение имеет опыт спортсмена в стартах, поскольку каждый раз ты выступаешь на новой площадке, в новых условиях, отличается и высота потолка, и надо быть очень техничным спортсменом, чтобы под все это подстроиться. Да, действительно. И вот еще такой важный нюанс, все-таки все спортсменки, они еще школьницы, вот как удается совмещать такое большое количество нагрузок и учебу? Тяжело. Помогает ли тренер в этом? Очень тяжело. Некоторым приходится выбирать между учебой и спортом, поскольку большой спорт отнимает очень много времени, но у нас есть достаточно большое количество девочек, медалисток, отличниц, то есть те, кто справляется и могут совмещать и спорт, и учебу, и там, и там давать высокие результаты. То есть вот тут все-таки тренер является каким-то наставником, проводником, чтобы действительно получилось совмещать и тренировку, и учебу, или все-таки это уже дело лично спортсменки? Скорее дело лично спортсменки, тренер будет настаивать большее количество времени проводить на тренировках в тренировочном процессе. И вот во время подготовки какие все-таки аспекты более важны, точнее, вот как совместить психологическую и физическую? Если физическую понятно, то как же психологическая подготовка происходит на тренировках? Выделить какой-то самый главный аспект невозможно. Оно должно все работать в комплексе. И физические качества, и психологические. У нас даже сам тренировочный план состоит из этих разделов подготовки. То есть необходимо всем разделам уделять необходимое количество времени. Что-то выделить сложно. И вот психологически как же можно подготовить? Точнее, как именно на базе вашей школы это происходит? Общение между спортсменом и тренером, конечно, непосредственно. Наставление. И спортсмен, который внимательно слушает наставления своего тренера, результаты его не заставят долго ждать. То есть нередко тренер становится вторым родителем для спортсмена? Конечно, да. И по количеству времени, и по тому, какой вклад он делает в спортсменку. Сегодня, в 2024 году, несмотря на всю нестабильность обстановки, которая есть сейчас в мире, насколько часто удается участвовать в международных соревнованиях вашим спортсменкам? Ну, как я уже ранее сказала, Анна Попова у нас приняла участие в международных соревнованиях, где привезла награду. Наши спортсменки также выступали в Объединенных Арабских Эмиратах. Недавно вернулись из Еревана с международных соревнований просто с букетом. Наград. Мы стартуем, стартуем на международной арене, но я вам скажу, что внутри страны конкуренция очень большая. И, наверное, у нас в России даже сложнее конкурировать, чем на международной арене. А вот какие-то трудности именно в организации поездки сейчас есть или особо это не изменилось? Нет, в целом мы с трудностями в этом плане не сталкиваемся. И вот все-таки Краевое министерство спорта какую же поддержку оказывает для участия в соревнованиях? Финансовую помощь нам выделяется бюджет на командирование спортсменов, которые показывают высокий результат. Так что непосредственно в этом они участвуют. Какой же для ваших спортсменок есть перспектива дальнейшего развития после окончания школы Олимпийского резерва? Они могут прийти к нам, работать. У нас тренерский состав в большей части состоит из выпускниц нашей школы. А вот попасть в сборную России, это, наверное, одна из главных мечт спортсменок. Какой же путь нужно пройти, что нужно, чтобы заметили на таком высоком уровне? Это огромные трудозатраты. В связи с этим у нас пока что только одна спортсменка в сборной команде России, Анечка Попова. Мы мечтаем, что ряды пополнятся, но это титанический труд как тренера, спортсмена, так и всей его семьи. А вот как, в принципе, происходит этот процесс, когда спортсменку приглашают из региональной сборной в сборную России? Участие в соревнованиях, отборочные соревнования. Если спортсмен отбирается на соревнования высокого уровня, соответственно, уже в центральной части России могут заметить спортсменку, пригласить тренироваться. Это считается большим успехом. То есть только по приглашению, когда спортсменку заметили, скажем так, отправить свое резюме туда просто так нельзя? Нет. Так бы было, наверное, больше возможности попадать? В этом и есть смысл, что спортсмен проходит отбор на соревнованиях и попадает на просмотр, скажем, Ирине Александровне Винер лучший из лучших. Да, действительно. С другими спортивными школами происходит ли у вас какое-то сотрудничество в сфере обмена опытом или организации мероприятий, соревнований и так далее? Со спортивными школами мы не сотрудничаем, но у нас есть договор о сотрудничестве с училищем Олимпийского резерва. Наши спортсменки, проходящие спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства, имеют возможность поступить в училище и совмещать спортивную карьеру и обучение в этой отрасли. Также они потом на базе нашей школы могут пройти практику. И если захотят остаться в спорте, прийти к нам в тренерский состав. В части организации мероприятий планируется ли именно на базе вашей школы проведение соревнований именно в этом году? У нас уже прошли соревнования весной. Городские соревнования «Весенняя ласточка» к Дню защитника Отечества. В июне у нас состоялось первенство и чемпионат города. И еще предстоят соревнования уже в зимний период. Состоятся краевые соревнования, первенство Ставропольского края. И в принципе, насколько у вас практикуется проведение мастер-классов, сборов и так далее? Насколько часто это все происходит? Или, может быть, вы выезжаете со своими спортсменами на подобные? В летний период, конечно, девочки принимают участие в тренировочных сборах. Мы на базе нашей школы сборы не проводим. А, именно только в летнее время, да? Да, в основном в летнее время, да. И вот какая же география этих сборов, куда удается выезжать? Ну, их тянет на море. На море, чтобы можно было совмещать приятное с полезным. В Сочи очень часто проводят сборы, и вот наши девочки выезжают именно туда. И вернемся именно к соревнованиям. Сколько же это энергозатратный процесс для самой школы? Вот что нужно для организации соревнований по художественной гимнастике? Есть ли какие-то специфические особенности? Мы около двух месяцев готовимся к соревнованиям, предварительно пригласив спортивные клубы города Ставрополь. У нас в школе проводятся только городские мероприятия, поскольку мы не можем позволить себе проведение более крупных стартов. Пропускная способность школы, к сожалению, ограничена в этом плане. Поэтому довольно серьезный процесс, кропотливый. Необходимо сделать и жеребьевку, и провести монтатную комиссию, и привлечь к судейству весь школьный тренерский состав. И также хотелось бы вернуться к вопросу о тренировочном процессе, именно процессе подготовки. Какие же тут встречаются трудности для тренера или для самого спортсмена? В последнее время самой актуальной проблемой, наверное, не только в нашем виде спорта, но и в остальных, является взаимодействие тренера и родителя. То, как родители вмешиваются в тренировочный процесс, наверное, ничем хорошим вернуться это не может. Но мы проводим беседы и с тренерским составом, и с родителями. У нас есть автоматизированная информационная система, платформа «Мой спорт», на которой мы работаем. Это приложение, которое установлено и у тренера, и у спортсмена, и у родителя, так скажем, дневник. Тренер имеет возможность тем самым связываться и давать обратную связь со спортсменом, с родителем, выставляя оценки. Также может написать какой-то комментарий, отзыв, мнение каждому спортсмену индивидуально. Подкрепить тренировочный план и показать в нем, какие упражнения были проработаны на тренировке и сколько было затрачено времени. Также там есть возможность подкрепить медиафайлы и какие-то моменты из тренировок. В свою очередь спортсмен тоже имеет возможность оставить комментарии в своем дневнике самоконтроля. Этот дневник видит тренер. Он может рассказать про свое состояние после тренировки или оставить какие-то параметры о здоровье, параметры тела, прослеживать свой вес, отслеживать. И тренер, когда прочитает все эти оставленные заметки, он может скорректировать план тренировки. Соответственно, и родитель наблюдает за всем этим, знакомится, какие же успехи у ребенка. Есть непосредственная связь, вот такой треугольничек, тренер, спортсмен, родители у нас реализуются в школе. Ну, то есть тут все-таки вопрос о дисциплине, да, и, грубо говоря, именно о директивном выполнении всех рекомендаций, да, упражнений, которые дал тренер. То есть здесь роль родителя какая? В поддержке, да? Да, конечно. Самая главная поддержка. Обмешиваться в тренировочный процесс, я считаю, это не нужно делать. Да, ну, действительно, это хорошая рекомендация, да, вот, от такого человека, как вы, да, от заместителя директора. И также мы не обговорили самое главное. Вдруг нас сегодня увидят спортсменки, которые очень давно хотели попасть к вам в школу. Кратко, что нужно сделать для поступления в школу? Как нужно подготовиться? Вы знаете, у нас огромный просто отбор. Большое количество детей хотят поступить к нам в школу. Принимаем мы с 6 лет по федеральному стандарту на бюджет, на внебюджетную основу с 5 лет, но и даже на платную основу у нас тоже ведется отбор. Просмотр. Необходимо обладать природными данными, фактурой, трудолюбием. Желание должно быть не только родителей, но и ребенка. Как правило, обычно родители решают, куда отправить. И при отборе это сразу становится заметно, что у ребенка нет желания? Может быть не сразу, но у нас проводятся экзамены, в связи с которыми можно уже будет понять, может ли дальше продолжать спортсмен заниматься у нас в школе. И таким образом, что бы вы все-таки пожелали и самим спортсменкам, и, конечно же, их родителям? Я бы пожелала ни в коем случае не опускать руки, не отчаиваться, даже если вы в юном возрасте не становитесь на пьедестал, то все может измениться. Все течет, все меняется, и тот, кто был первым, может оказаться позади. И самое главное, это труд внимательно слушать наставления тренера, выступать, не отчаиваться и любить тот вид спорта, который вы выбрали. Очень красиво вы все сказали. И на этой замечательной ноте я хочу вас поблагодарить, что вы нашли время прийти к нам сегодня. Было, правда, очень интересно, и тем более такой красивейший вид спорта. Я думаю, он в сердцах многих людей находится. Конечно, желаем успехов нашим спортсменкам, ну и, конечно же, тренерам, которые вкладывают всю душу в наших спортсменов. Еще раз спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо вам за приглашение. Дорогие зрители, напоминаю, что у нас в гостях была Ася Хачатурян, заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва по художественной гимнастике. А эфир актуального интервью подошел к концу. До встречи в новых выпусках и, как всегда, оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова